Добро пожаловать на канал Luke Jones The Other Way. Сегодня мы расскажем, как правильно писать свое резюме. Мы обсудим, какие ошибки часто встречаются, в частности, на английском языке, и, естественно, как их исправить. Разрешите вас порадовать? Прекрасно. Итак, начнем. Как не бывает идеального мужчины, так не бывает идеального резюме. Очень важно, как само резюме выглядит. И есть классная английская поговорка less is more, которая на русский переводится, что краткость – сестра таланта. Не надо писать свое резюме на 50 страницах, хоть даже не на пяти, максимум две, может быть, даже на одной. Когда вы пишете свое резюме, очень важно, чтобы в самом начале было ваше имя. Это имеется в виду имя, потом фамилия. Не наоборот, что если вас зовут Мария Иванова, так и пишите. Не надо Иванова Мария Владимировна. Вам это понятно, а человеку, и особенно если он не русский, не факт, что он поймет. Важный момент. Если вас зовут Михаил, Мария, Евгений, Екатерина, так и пишите. Не надо умничать и писать Майкл, Мэри, Юджин, Кейт или Катерин. Окей? Вы, может быть, думаете, что вы помогаете бедному иностранцу. Вы на самом деле просто усложняете его жизнь. Если вы сейчас смотрите это видео, скорее всего, у вас русский язык родной. Тогда так и пишите. Russian native на английском. Столько людей пропускают этот момент и просто пишут English fluence. И, естественно, бедный человек за границей думает, он по-русски не говорит, а значит отказ, он не знает местный язык. И когда я спрашиваю у русских, вы что, русский не знаете? Знаю. Почему не писали? А это понятно. Вам да. Человеку там нет. Пишите Russian native. Осторожно с fluent English. Если вы действительно свободно говорите на английском, тогда укажите. Но помните, что если человек приехал из такой страны, как Голландия, Австрия, Швеция, где действительно свободно говорят на английском, он будет неприятно удивлен, когда узнает, что оказывается у вас английский не такой флюид, как у него. Тогда гораздо лучше пишите good или very good. Укажите название компании, где вы сейчас работаете. Если фирма не настолько известна, как Coca-Cola, Microsoft, тогда укажите, чем занимается компания. Но одну строчку, не надо целую глобу. После краткого писания компании, перечислите ваши обязанности и достижения. Не забудьте. Ваше резюме не должно быть стопроцентным отражением вашей трудовой книжки. Вы не обязаны указывать все места работы. Особенно, если вы часто меняли работу, два месяца здесь, три месяца там. Вместо work experience пишите career highlights. Естественно, есть маленькие хитрости. Допустим, вы проработали с октября по март. Тогда уберите месяцы. Пишите только годы. Теоретически, вы там проработали до двух лет. Потом объясните. Я знаю, что вы все любите учиться. Но не надо перечислять все ваши дипломы и курсы. Достаточно указать, где вы учились в конце резюме. Следующий пункт. Не надо указывать личную информацию. Никого не интересует, женат или замужем ли вы, разведен, сколько у вас детей. И также не надо писать домашний адрес. Естественно, укажите город, где вы сейчас проживаете. И, кстати, не надо рассказывать о своем хобби. Только если эта информация не относится к будущей работе. И теперь про фотографию. Это очень спорный вопрос. Я более склонен к нет, чем да. Я не хочу, чтобы ваша внешность повлияла на принятие решения, пригласив ли вас на собеседование. Если вы очень хотите, пожалуйста, но пусть будет потреб, желательно с улыбкой. Не надо никаких полный рост в купальнике. Пусть это все останется на инстаграме. Должность на русском языке очень часто выше, чем на английском. Допустим, менеджер на английском обозначает, что у тебя были люди в подчинении. А директора – это реально очень высокая позиция. Генеральный директор – это может быть круто звучит или выглядит в резюме. Но на самом деле, больший шанс, что вас не пригласят на позицию, потому что подумают, что тебе это не надо, потому что близковато. Ты действительно был CEO? И еще слова как эксперт или специалист на английском – это пустой звук. Специалист в чем? Укажите. Меня часто спрашивают, стоит ли указывать зарплату в резюме. Лучше не надо. Опыт показывает, что тот человек, который первым поднимает этот вопрос, проигрывает. Соответственно, пока вас не спросят, молчите. И также слово соцпакет на английском – corporate benefits. Слишком много людей пишут social package. Это будет общественная авоська. А авоська. С вами был Лук-Jones «The Other Way». Like, share and subscribe.